Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Смерть насильственная? Больше похожа на остановку сердца Точнее скажут медики при вскрытии Нет криминала и нет дела Наш приоритет — Мироненко Мне очень хочется помочь тебе в расследовании но я попрошу самоотвод Нет. Почему ты говоришь об этом не только сейчас, а не в кабинете Галчанского? Ну, Галчанский — это верховная власть, а ты исполнительная. Со мной сейчас тоже спорить бесполезно. А я тебе кое в чем не признался. В чем? Дело в том, что два года назад я был у Мироненко на бильярде на крупную сумму, и его амбалы сломали мне обе руки. Так что я готов целовать этого мутоциклиста. Олег, если у каждого следователя счеты с теми или иными ублюдками. Секундочку. Во-первых, я не следователь, во-вторых, обидно на Мирона застепь мне рассудок, а я диком мстителей. Ну, пожалуйста, поручи мне другое дело. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ну, ладно, иди. А-а-а-а! Какого черта? А-а-а! Кто копался в моем компьютере? И на будущее! Если вы беретесь играть в покер от моего имени, соблаговолите хотя бы выигрывать! Конец моей репутации! Доброе утро! Доброе! Надежный источник из правоохранительных органов сообщил, что смертью математика Треугорского есть множество темных пятен. Каких это пор? Ты подрабатываешь надежным источником. Меня возмутило, что вся пресса гудит о Мироненко… Мироненко! А о ученым, перевернувшем наше представление о комбинаторике, ни слова! То есть, встречаться с журналистами, давать ему интервью. У тебя есть время. А помогать нам расследовать убийство Мироненко у тебя времени нет. Убийство. Ты сказала убийство. Хорошо. А покушение? Какая разница? Большое. Значит, твое подсознание хочет, чтобы это было убийство. Хорошего дня. Тишко, Савелик Геннадьевич. Дата рождения. Здравствуйте, Анна Николаевна. Я адвокат Листов. Я надеюсь, вы еще не начали допрос моего подзащитного? Это не допрос. Ваш подзащитный был водителем у гражданина Мироненко. Я прошу дать его свидетельские показания. Дело в том, что гражданин Тишко чудом остался в живых. Он в шоке. Ему необходима медицинская помощь. Поэтому я прошу вас, перенесите, пожалуйста, эту беседу на другой день. Если вам нужна срочная помощь, мы вызовем врачей сюда. Благодарю вас. Но мы предпочитаем лечиться в специально оборудованных для этого помещениях. Пойдемте, Савелик Геннадьевич. Извините. Хорошо. Но после обследования я вас вызову снова. Конечно. Мы сами найдем киллера. И помощь дамочек из полиции нам ни к чему. Савелик Геннадьевич. Извините. Анна Николаевна, вы не могли бы оформить мне допуск к Василию Мироненко? На Василию Мироненко совершено покушение. Мы выставили охрану около больницы. Не для того, чтобы туда ходили. Ну, да, конечно же. Но дело в том, что я бываю в этой больнице, там в травматологии лежит моя жена. Поэтому мне подняться на другой этаж нетрудно. А что с вашей женой? Она попала в аварию. Ну, спасибо, уже легче. Так вы мне оформите допуск? Мы должны позаботиться о спокойствии пациентов этой больницы. Ограничение до опуска не моя прихоть. Извините. Всего доброго. Вызывали, товарищ начальник? Мы же вроде договорились насчет Мирона. Я им не занимаюсь. За неделю до покушения я покончил с собой личный водитель Мироненко. Ничего удивительного. Если бы я работал на Мирона, скорее всего, я так же бы поступил. Роман Витальевич, одна консультация. Тело обнаружили сегодня ночью в дачном домике. Вот предсмертная записка. Как он покончил с собой? Застрелился. Можете что-нибудь сказать по содержанию этой записки? Тут такая фишка. Пистолет у него в левой руке, а вот эти линии идут вверх. Значит, он был правше. Есть образец почерка? Нет. К сожалению, в доме не найдены ни квитанции, ни документы, ни дневники, чтобы сравнять почерк. Ну, тогда, скажем так, если вам потребуется лишний голос в поддержку вашей версии об убийстве, на меня можете рассчитывать. Спасибо. А Мирон вообще заявлял об исчезновении водителя? Даже не пытался. На следующий день после исчезновения водителя он нанял нового. И ты до сих пор хочешь расследовать нападение на этого урода? Фрейд, одна женщина подала заявление в милицию на некого человека, который приставал к ней в кинотеатре. По описаниям, очень похож на Трёхгорского. Услуга. Услуга за услугу. Никогда не поверишь, что профессор был лавелласом. У каждого свои недостатки. Ну да. Я тебя не вызывал. Если это не касается покушения на Мироненко, лучше выходи. Это касается дела Мирона. Я тебя слушаю. Мне нужно попасть на квартиру Трёхгорского. Один миллион долларов, полученные им от института Клея, бесследно испарились с его счетом. Ты сказал, ты по делу Мироненко. Сначала я раскрою убийство математика, а потом займусь бандитом. Санкции на обыск? Не совсем. У Трёхгорского на квартире стоит кодовый замок с семизначным номером. Мне нужен медвежатник. Будешь работать до девяти вечера. Согласен. А в экстрим случаях и по выходным. Это шантаж. Согласен. Угадайте, что это? Что? Я достала видеозапись с камер слежения. С каких? Ну, ресторанных. Тех самых, с места покушения. Да ладно. Хозяин сказал, что они настоящие. А ты поверь. Как у тебя получилось? Ну, я сказала, что я журналистка. Предложила ему пятизначный гонорар. Он мне их принес и узнал, что я из прокуратуры. Учитесь блефовать у Лиды. Можно тебя на секундочку? Я ругаться не буду. Признайся, это ты копалась в моем компьютере. А что я там нашла? Ты проиграла от моего имени несколько партий. Теперь все думают, что их проиграл я. Я, конечно, могла бы это сделать. Но нет. Это была не я. Жалко. Стрелка не видно. А кто это вообще? Новый водитель Мироненко. Обратите внимание на его поведение. Он дважды уже был в машине, заменил пистолет на мобильный телефон, сорок раз оглянулся. Чего он мечет? Боится, что в него выстрелят. Нет. Он просто заметил камеру наблюдения, и в данный момент своими метаниями показывает. Ах, как я переживаю за Мироненко. Я же предан ему досмыс. На вашем месте я бы поговорил с этим артистом. И снова здравствуйте, гражданин Тишко. Здравствуйте. Скажите, как давно вы в банде Мироненко? Ну зачем уж так грубо? Ну, Василий Леонидович – глава закрытого акционерного общества. Давно вы работаете в этом закрытом обществе? Неделю. Василий Леонидович взял меня в качестве водителя. А он мне рассказал, что стало с предыдущим водителем? Его уволили. Игнат не вышел на работу. Василий Леонидович взял меня в качестве водителя. До официального трудоустройства Кмироненко. Вас связывали какие-либо поручения? Нет. Может быть, все-таки он о чем-то вас просил? Нет. Нет. Может быть, его заместитель вас ему порекомендовал? У Василия Леонидовича не было заместителей. Только адвокат. А почему он называет его по имени-отчеству? Его же все называли Мироном. Хочет подчеркнуть, как он уважает его. Либо выкраивает время, чтобы обдумать правильный ответ. На камере слежения отчетливо видно, как вы, в буквальном смысле слова, мечетесь у автомобиля. Я испугался за него. За автомобиль? За Мирона. Так испугались, что выбрали самый выгодный ракурс. А ваш уме, что должен был сидеть в машине и смотреть, как он истекает кровью? Это не уважение к шефу. Парень в себе уверен, как никогда. Такое ощущение, что это не его допрашивают, а он… То есть, вам кажется, что он не тот, за кого себя выдает? Мне не кажется. Я уверен. Анна Николаевна, я прошу прекратить допрос. Что? Вы слышали меня? Подпишите этому человеку пропуск и отпустите его. Вы свободны. С какой стати его отпускать? С приходом Тишко в банду начались убийства. Это приказ. Не обсуждается. Главный подозреваемый. Выполняйте приказ, подполковник. Продолжайте расследование. Какое расследование? Если вы мне… Поддержи меня! Я бы рад, но он верховная власть. Значит, вы не оставляете мне выбора в расследовании? Я пойду выше. Этот приказ как раз оттуда. Че ты как, ребенок-то? Тишко — это внедренный в банду оперативник. Задержание будет опасно для его жизни. Наверху боятся, что его разоблачат. Когда ты понял, что Тишко заслонится? Сразу, как только он уселся на стул. Все его поведение просто кричало, что ему здесь комфортно. Он не скричивал руки, улыбался, не смотрел в зеркало, как все остальные. Степанин сразу, почему я не сказал? Не дожидаясь, пока я взорвусь. Знаешь, иногда полезно выпустить пар. Вниз? Да. Я позвонил по тому телефону, который ты мне дала. Математика — это девушка, которая обвинила его в приставаниях, родились в один и тот же день. Трюхгорский оказался в этом кинотеатре для того, чтобы подтвердить свою очередную математическую гипотезу. Хочешь сказать, что он не приставал к случайным людям? К случайным? Нет. Только к тем, кто родился с ним в один день. Ну как он мог найти в кинотеатре людей с одинакового дата рождения? Вероятность того, что такие люди в один день окажутся в одном месте — сто процентов. Пользуешься тем, что это нельзя проверить. Анализируй. Возможностей отпраздновать свой день рождения — триста шестьдесят пять. А выходной через кинотеатр проходят до пятисот человек. По теории вероятности, совпадения в дате начинаются где-то в группах от двадцати двух человек. Так, и что Трюхгорский хотел доказать таким образом? Теорию Кука. Кука, которого съели? Нет, не съеденного Кука. Он утверждал, что существует задача на подтверждение правильности решений которых потребуется гораздо больше времени, чем на поиск отгадки. Трюхгорский в качестве примера в своем блокноте нарисовал новогоднюю елку. С ума сойти. Расскажи про елку. Вот, предположим, ты решила нарядить новогоднюю елку. Повесила десять игрушек. Вечером. А утром на ней оказалось только девять игрушек. Сколько игрушек разбилось? Одна. Нифига. Тот факт, что ты не обнаружила игрушки, еще не означает, что она разбилась. Она могла упасть и закатиться под диван. Ее могло засыпать ветками. Но, чтобы доказать очевидное, тебе придется потратить гораздо больше времени на подсчет. Сколько полагается за решение такой гипотезы? Один миллион долларов. Но деньги не важны. Ничего себе. Но и это не главное. Доказательство этой теории приведет к большим переменам в банковской сфере. Придется искать новые способы шифрования банковских вкладов. Именно по этой причине я не верю, что смерть профессора была случайной. Да. И пока я не ушел. Предлагаю чистосердечное признание к тем, кто незаконно проникает в мой компьютер, невежен. У меня алиби. Да что ты говоришь? Спасибо. Одну из тех партий на сайте вас выиграл я. Согласитесь, нельзя быть в двух местах одновременно. Ну, да. Логично. У нас ЧП. Мироненко убили. У него был приступ. Открылось внутреннее кровотечение. Повезли к хирургию и по дороге застрелили. Надо ехать в больницу. Все вместе. Да, тебя это тоже касается. Во-первых, у меня уговор был до девяти. Во-вторых, я человек светский, и меня ваши приказы не касаются. Мне нужен каждый человек. Я чувствую, что близка к разгадке. При всем моем уважении, но ты не Софья Ковалевская. Такие дела круглосуточным бдением не решаются. Между прочим, Смироненко погиб санитар, студент-медик. Сочувствую. Но терпеть не могу, когда на меня давят. Вы видели лицо убийцы? Нет, он был в маске. Медицинской. Почему вы повезли Мироненко в хирургическое отделение через подземный переход? Потому что верхний коридор перекрыт. Идет ремонт, перегорожено все. А других путей в хирургическом отделе нет? Нет. Ты меня обманула? Он нифига не умер! А-а-а! Будьте добры. Санитар, студент, который не умер, а собираетесь? Иди сюда. Или встань. Ведь вообще можно кому-то верить? Кого-то застрелились? Все лучше, чем ничего. Миша, дай мне минуточку. Она училась этому приему у тебя. Ты разбивался, когда сказал, что Мироненко сломал тебе руку. Но я сворла по студенту. Да ты в своем уме. Я кортежник. Ты работник прокуратуры. Да, вот так. Ну, тогда обращивай тебя. Я пошел. Стоит, ты мне нужен. Я без тебя не справлюсь. Санитары говорят, этот киллер возник неоткуда. Я не знаю, как он пробрался сюда. Где он прячется? Мне нужны зацепки. Где прячется? Где он прячется? Пошли. Вот. Что вот? Включите голову, подполковник. Он лежал там. Он дождался санитаров. Пропустил их под собой, спрыгнул, догнал, выстрелил, а потом скрылся в отделении, где лежал Мироненко. После чего прикинулся шлангом и прошел мимо вашей замечательной охраны. Как он боится, что проник. Любезнейший, любезнейший, тот, который не умер, вывезли Мироненко в хирургическое отделение, так? Да. Хирургическое отделение у вас срочное. То есть, как вы говорите, скоропомощное. Да, туда привозят травму. У вас там есть приемное отделение? Да. Тогда все понятно. Все проще париной репы. Убийца прошел через приемное отделение. Как? А там бардак. Стихи. Я пошел. Приемным стоит наша охрана. Как же с тобой сложно. Идем. Мамочки. Ой. Простите. Извините. Я сейчас все уберу. А вы себе позволяете? Мы сейчас вызовем охрану. Алё, охрана? Что вы делаете? Простите. Я сейчас все уберу. Почему на восьмом этаже нет охраны? Дебоширы все разбрасывают. Данёк. Это без перчаток трогать нельзя. Хороший парфюм. У меня было такое. Много сандала. Врачу скорой помощи полгода надо такое копить. Простите. Ну, я надеюсь, я тебя удовлетворил. Убийца вошел под видом врача скорой помощи. Пошел через переход. Выждал нужное время. Убил и ушел. Получается, узнал, куда и когда идти. Ну, это вы уж сами решайте. А я пошел спать. Я привык по ночам. Вот так делать. Почему мне все время приходится тебя уговаривать? Потому что мне нравится, когда бандиты убивают его другу. Я их презираю. Идет бандитская война. Сегодня обошлось без жертв. Завтра их может быть много. Их будет больше. Не хочешь помогать? Иди. Иди, я устала от тебя. А поцеловать? Преднадили. Ну да и да ладно! И не думай, что я буду мучиться угрызениями совести. Где здесь выход? Доброе утро! Доброе утро! Что, рано вы пришли? Да мне кажется, я и не уходила. Головунка не складывается. Получается, убийца был в курсе транспортировки Мироненко. Причем, он точно знал, когда и куда его повезут. Да. Без наводчика не обошлось. В этот день в палату пускали только своих. В четыре была жена, до этого был адвокат Листов. Листов. Не знаю. Я смотрел эту запись в видеокамер. Там все чисто. Сережа, ну посуди сам. В пять часов у Мироненко началось кровотечение. В пять пятнадцать санитары повезли его в хирургическое отделение. В палату в течение пятнадцати минут заходили только медики. Складывается так, что это сами врачи позвонили и вызвали киллера. Да. Трудно поверить. После звонка киллер в течение пятнадцати минут зашел в отделение, залез на трубы, полежал там, потом спрыгнул и выстрелил. Вопрос в том, зачем он полез на трубы. От места отделения до места убийства – семь-восемь минут. А может, ему нравится просто на трубах, полеживать. Доброе утро. Выспался. Да. Да, я понял. Анна Николаевна, там пришел начальник охраны Мироненко. Будете с ним разговаривать? Во. Давно мечтал. Обожаю неудачников. Вы были начальник службы охраны Мирона? Почему же был? Я остаюсь начальником. Ну, Мирон, вроде как убили, и охранить-то особо некого. Сегодня некого, завтра дадут другого. Вы осматривали подземный переход между зданиями. Зачем вы бросаете леску на пол? Отвечайте на мой вопрос. Да. Мы проверяли эти помещения, в которых мог бы скрываться убийца. Один человек ежедневно проверял, а двое, включая меня, находились постоянно возле палат. Гипотетически. Убийца мог накануне спрятаться там и дожидаться своего часа. Нет. Только в тот же день, потому как рано утром мы проверяли лифты. И трубы тоже. Послушайте, я служил на границе с Таджикистаном. То есть, поверьте мне, я могу найти того, кто прячется. Сколько листов я испортил? Восемь. Сколько кругов я нарисовал? Шесть. Восемь. Если вы хотите проверить меня на внимательность, задавайте вопросы по делу. Мог ли кто-то из врачей или из медперсонала сообщить убийце, что состояние здоровья Мирона резко ухудшилось? Нет. Но их бы не хватило на это время. Проси про телефон. А по телефону? Могли позвонить? Было время. Я отдал вашему начальству полностью всю поминутную хронологию событий. Когда запрещал аппарат, прибежал доктор и две медсестры. Потом одна отправилась за подмогой здесь с санитарами. И вернулась меньше, чем через минуту. До того, как Мирона стало плохо, у него были посетители? Да. Жена Наталья. И адвокат. Вы не заметили в их поведении ничего необычного? Нет. Наталья принесла фрукты, угощала нарсы и медперсонал. А адвокат угощал всех чаем. Потом попросил новую грелку со льдом. А чем его не устраивало прежнее? Она протекала. Охрана тут ни при чем. Начальник высший класс. Мироненко на своей безопасности не экономил. Медиков надо допрашивать. Не вижу в этом смысла. В отчете начальника охраны написано, что с момента принятия решения о перевозке Мироненко до убийства прошло не 15, а 7 минут. Семь? Да кому бы они не позвонили, он все равно бы не успел добежать до нужного места и залезть на трупы. По ходу, наш человек-паук неделю там зависал. Ждал шанса отличиться. Я бы посмеялась, если бы были силы. Но, похоже, мы что-то упускаем. Ты не будешь против, если я отлучусь на пару часов? Друзья Трехгорского устраивают в его честь вечеринку. Никак не успокоишься. Сколько лет было этому математику? Семьдесят два. Иногда люди умирают, потому что просто пришло время. Но не на пороге открытия. Почему же композиторы не дописывают своих симфоний, писатели не заканчивают романы? Я был у нее на квартире. Знаешь, что он купил на свою премию? Нет, ничего. Там только старые вещи. Куда делся миллион долларов? Иди уже. Здравствуйте. Напишите, пожалуйста, любое число, которое вас характеризует. Затем? А вы не были знакомы с профессором Трехгорским? Ну, мы с ним познакомились довольно поздно. Дело в том, что Константин Григорьевич хотел доказать, что у каждого человека есть математический брат. Ну, или сестра. Вот, к примеру, люди, которые родились в один день, ходят по одним и тем же улицам часто. Да, смотрят одно и то же кино. А вы не верите? Верю. Число должно быть полное. Любое. Я вас поздравляю, у вас есть младший брат. Сейчас защищает диссертацию по азартам. А вы не в курсе, куда господин Трехгорский потратил свою премию? Так вот она. Вся в этой школе. Мы уговаривали его оставить часть денег себе на операцию, ему требовалась пересадка сердца. Но он отказался. Вы знаете, при общении с женщиной работают все же законы, что математика такая. Здрасте. Здрасте. В школе математика мне давалась плохо. Это уравнение для меня неизвестно. Алло. Послушай, убийце было необязательно торчать в переходе целый день. Он мог прийти незадолго до того, как Мироненко станет плохо. А откуда убийца мог знать, что Мирону станет хуже? Врачи были все время на глазах друг у друга. Если бы хотя бы один стал вести себя странно или звонить, они бы заметили. Ань, напиши-ка на листочке какую-нибудь цифру. Зачем? Просто я хотел знать, может быть, ты являешься моей математической сестрой? Привет. Я с тобой сегодня разговариваю. Это опять за свое. Извини, о чем ты хотела серьезно поговорить? Я встречала с женой Мироненко. Она сообщила мне, что за неделю до первого покушения ее муж попал в аварию. За неделю? Тогда с ним еще был старый водитель? Да, но ни Мирон, ни водитель не пострадали. Травму получила лишь Евгения, жена адвоката. А где она сейчас? В больнице. Это лишний раз доказывает, что единственный талант Мирона – это наживать врагов. Может, все эти люди скинулись и наняли вместе убийцу? Я смотрела запись с камеры слежения. Кто-то делал старую грелку? Одна прохуделась, медсестра принесла новую, но не унесла старую. А в мусорном ведре ее быть не могло? Нет. Содержимое корзины охрана проверяла. И еще одну. Ань, ты цепляешься к мелочам. Даже двадцать Миронов не стоят такого напряжения. Отдохни. Мне кажется, если я найду ответы на эти вопросы, я пойму, кто заказчик убийства. Кажется и, наверное, плохие слова. Здесь становится шумно. Давай обсудим твою гипотезу утром. Алло, алло, алло. Фрейд, прекрати. Не вешай трубку. Алло, 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 алло. Теперь приглашаем всех на маленький фуршет. Фрейд, прекрати. Фрейд! Ага! Фрейд! Сегодня ночью кто-то напал на капитана Кораблинова. Она жива? Ее сбросили в лестничный пролет. Она в больнице. Врачи вынуждены были ввести ее в состояние искусственной комы. Деньги и документы при ней. Мобильный пропал, но его нашли в соседней помойке, оперативнике. Ты когда общался с Саней? Вчера вечером. Я говорил с ней из поминок Треуговского. Она сказала, что нашла какую-то новую зацепку по делу Мирона. Какая зацепка? Я… Лучше застрели меня. Что она сказала? Ничего. Я ничего ей не дал сказать. Она сомневалась и… Знаешь, что ты после этого? Смех. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Извините, но в участке запретилось с вами разговаривать Не разговаривай, принеси мне списки последних звонков корабляной С мобильного и домашнего Сейчас сделаю Последние звонки Анны были очень короткими С кем можно поговорить за 3-4 секунды? Правильно, ни с кем Ну, здравствуйте! По телефону вы сказали, что хотите проконсультироваться? Я передумал Я хочу, чтобы вы мне помогли решить одну задачу Не волнуйтесь, она не сложная Я сожалею, но у меня нет времени на игры Придется найти Сегодня совершено нападение на Анну Краблину На моего коллегу И очень-очень близкого мне человека Я сочувствую Она звонила вам, о чем вы говорили, две минуты шестнадцать секунд Я точно не помню Хорошая попытка, но я вам не верю Ну, я же сказал, что я точно не помню То есть дословно То есть дословно Но в общих чертах я могу передать Я был в ванной, когда она звонила Ну да, лилась вода Половина разговора вы не слышали То есть помогать вы нам не собираетесь Почему же? Я готов помочь следствию Знаете, что самое обидное? Я слишком увлекся математиком Я подумал, что найти убийцу математика Будет гораздо сложнее, чем найти убийцу Мирона Я ошибался Вас найти огоньку Это оказалось гораздо сложнее Простите За неделю до первого покушения на Мирона Он попал в серьезную аварию С вашей женой Водителя на следующий день убили Ваша жена получила серьезные повреждения Анна сложила все эти факты И позвонила вам Она догадалась, кто настоящий преступник А вы решили от нее избавиться О, какая глупость Вы взяли ее телефон Наугад направили несколько номеров Чтобы запутать следы Вы можете обыскать здесь все Все И ее телефона вы все равно не найдете Не, ну разумеется, вы его выкинули Хотя в будущем я обязательно воспользуюсь вашим предложением Если бы у вас были хоть какие-нибудь доказательства То мы с вами сейчас вели бы этот диалог совсем в другом месте Правильно Хотя, с другой стороны, охране Мирона эти доказательства не потребуются Им будет достаточно моих предположений о том, что стоит влить в грелку кипяток Чтобы положить на обнаженную рану, чтобы вызвать ожог и кровотечение Какая у вас буйная фантазия Артеть, это не фантазия, это медицинский факт Сосуды под воздействием тепла расширятся Но критическое состояние наступит не сразу И у вас был час, чтобы покинуть больницу И предупредить киллера о том, что Мирона повезут Киру в нее И о переходе тоже Благо, вы изучили в больницу сверху донизу, когда навещали свою жену В первый раз я его вытащил, когда ему было 34 Спас от тюрьмы В 40 я уже не смог его вытащить И он сел Но на год А когда он вышел, то стал вести себя еще ржуще Ну, вы же адвокат Вы могли бы подобрать себе клиента и помягче Нет Из этого бизнеса просто так не выходят Я бы до сих пор, наверное, терпел, но… Если бы не жена… Вот Вот Она попросила Игната Подвезти ее А, черт Вот А лампочку надо Было вкрутить, ну… Вот… Мирон поехал вместе с ними, начал к ней приставать А… Игнат пытался… Ее как-то защитить Отвлекся от дороги, врезался А на следующий день Мирон распорядился Нанять нового водителя И я понял, что От Игната просто Избавились Это бесконечно трогательная история Только она не оправдывает От нападения на капитана Кораблину Конечно, не оправдывает Но… Она же все время интересовалась Кто принес кипяток Куда потом делась грелка Я сказал, что Кипяток принес Охранник Но они сказали ей, что Вы его попросили об этом Нет Дальше? Я не сказал Ну, зачем? Ити рано или поздно Она бы сама обо всем догадалась Вот тогда я… Тогда я за ней проследил Я все хотел уладить миром Я все хотел уладить миром Я… Я не хотел причинять ей боль У меня просто не было другого выхода Опаздывает, должно уже быть Кто? Савелий Тишко, телохранитель миром Я с ним поделился своей версией о грелке Ну вы с ума сошли? Они ж меня убьют Хотите жить? Пойдемте со мной Это зачем? Хочу записать ваше чистосердечное признание, прежде чем мы выйдем отсюда Можно кое-тко, само суть А, ну, хорошо Да Да Это я организовал покушение на… Мирона… на Мироненко… дважды И на капитана Кораблину тоже я, все Да Подождите Как ты, наверное, уже понял, плохиши не приедут Но ты не представляешь, как мне хотелось им позвонить Играет музыка Играет музыка Играет музыка СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА